Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня хочу показать вам классную партию 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсона с эпическим матом пешками, сыгранную в 2019 году на турнире Гренке Чес Классик против Петра Свидлера. На доске была разыграна острая социальанская защита, после выхода коней основным продолжением является захват центра путем Д4. Но Петр в партии избирает более редкое продолжение, а именно ход конца 3. Магнус отжимает у противника поля Д4, но цену и ослабление пункта Д5. Белый подготавливает короткую рокировку после хода слон Е7, открывает диагональ чернопольному слону, Магнус поступает аналогичным образом. И начинается лошадиная дискотека. Вначале Белый всадник выписывает кренделя с целью попасть на поле Д5. Вслед за ним черный показывает свой брейкданс, в результате лошадиный баттл завершается тем, что двух танцоров диска увозят в травматологию. Тем временем Свидлер прихватывает поле Д4, Карлсон уводит короля в безопасное место, Белый завершает маневр коня, Черный хотят поменять своего тупого слона, ограниченного своими же пешками, на хорошего слона противника. После короткой рокировки Белых, Магнус освобождается от диагональной связки для того, чтобы подорвать пешку Е4. Свидлер делает профилактический ход А3, и Магнус запускает флоки. Начинаются массовые размены легких фигур, Магнус пробивает на Ф5, и прежде чем отыграть пешечку, оттесняет слона, захватывая центр, и далее забирает пешку на поле Ф5. Свидлер бросается ферзем в атаку, ладья уходит на поле Ф6, и Белым стоило пойти ладья Е1 для того, чтобы оказывать давление на центр, в частности на пешку Е5, с примерно равной игрой. Но в партии Петр начинает комбинацию, которая приводит к образованию Деренина поле Е3. Магнус пробивает на Ф4, и выясняется, что сразу брать ладьей плохо из-за коневой вилки. Черный нападает на ферзя и на пешку Д3. После отступления меняет ладьи, проводит двойной удар, и выигрывает качество. Так что в нашем поединке с Видлер пошел ферзе 5, нападая на пешку Д5. Но Магнус плевать хотел на этого пехотинца. Он сдваивается по линии Ф, Белый отыгрывает пешулечку, Черный нападает на ферзя, и поскакали же ребята. После отступления сильнейшей фигуры Магнус не соблазняется пешкой на поле Д3, а хочет засандалить коня на Е3. Ну что ж, Белый централизует ладью. Норвежец играет конь Е3, после отступления создает еще одно нападение на ферзя. Белый таки жирает пешку на поле Б7, но теперь из-за широкой спины могучего кентавра начинают выбегать юные викинги с топорами. Вероятно, Белым стоило призвать ферзя в оборону, в случае хода Ж4 пойти Ферзе 2, ну и дальше молиться старым и новым богам. Но вместо этого в партии Петр делает с виду логичный ход ладья Е2, который на деле оказывается фатальной ошибкой. Магнус продвигает пешку вперед, с идеей пойти Ж3 и в случае вскрытия линии Ф влепить матец на поле Ф1. В испуге Петр возвращает ладью в зад, Черный играет ферзя 6, защищает дополнительно коня и возобновляет грозу продвижения Ж3. Свидлер якобы препятствует этому продвижению, но после хода ладья Ф8 защиты от хода Ж3 уже не видно. Например, на ферзе 5 связывая ладью, последует тычок Ж3, в случае взятия Черный дает коневую вилку и Белым крышка. В отчаянии Петр Свидлер в нашем поединке пошел Аш3, Магнус пробивает пешкой, Белый толкает пехотинца вперед, Черный забирает на поле Ж3 и брать пешечку на Ж3 плохо из-за удара на Ф2. Выясняется, что брать коня нельзя из-за шага с поля Ж6 и Белому королю матец. Если же Белый выписывает предварительно шаг, то Черный закрывается ферзем и после размина на поле Ф6 опять же конь является неприкосновенным из-за мата Белому королю по первой горизонтали. Очевидно, осознав тот факт, что поражение уже не избежать, Петр ударил на поле Ф6 и получил Черными пешками эпический мат. В завершение разбора я хочу выразить благодарность за предложение разобрать эту партию Михаилу. Если у вас есть на примете тоже какие-нибудь красивые партии, пишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, делитесь роликом с друзьями и до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok